Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Оформляя очередной заказ, на сайте Wildberries я увидела товар, который меня просто удивил. Маникюрный аппарат за 836 рублей. Но я просто не могла пройти мимо, поэтому сегодня будем делать распаковку и обзор. Может ли мастер пользоваться таким дешевым аппаратом, насколько он эффективен? Будем сегодня проверять. Поехали! Вот так выглядит эта запакованная коробка. Тут даже указан артикул. Вы можете поставить на паузу и посмотреть, что действительно цена соответствует. Распаковываем. Самый любимый момент, да? Когда ты раздираешь упаковку и достаешь эту коробку. Так, справились. Теперь открываем. Мало того, в 836 рублей входит еще подарок. В подарок входят 3 апельсиновые палочки, бафик одноразовый, а также безворсовые салфетки. Ну, это просто обалдеть за такую стоимость, еще нам подарки предлагают. Посмотрим, тут у нас бумажки, чтобы мы оставили отзыв. И сам аппарат. Давайте подробнее будем его рассматривать. Блок. Блок очень легкий. Просто как воздух, как перышко, регулятор скорости. Даже есть, как я понимаю, переключение направления вращения. Это, кстати, очень важно. Тут у нас подставка для рукояти и ручка. Но ручка, конечно, совсем-совсем легкая. Я не знаю, возможно, как пишущая ручка, вот что-то такое по весу. И тут, что самое интересное, есть какой-то тумблер переключения на этой ручке. На обычном аппарате такого нет. А также в комплект входит набор насадок. Я уже не раз повторяла на своем канале, что не используйте эти насадки, потому что они имеют некачественный абразив. И зачастую ими можно пропилить ногтевую пластину, перетереть кожу. В общем, не рекомендую такие к отдельной покупке. Лучше приобрести специальные профессиональные алмазные насадки. В комплекте также есть песочные колпачки. Опять же, они низкого качества. Ими можно шлифовать кожу, но будьте очень аккуратны. Иначе кожа может травмироваться. Закрываем с вами этот комплект. Я бы на самом деле его даже выбросила. Так и сделаем. Все. Пробуем сам аппарат. Значит, у нас тут такой шнур. Подсоединяем. Посмотрим на шнур, который вставляется в сеть. Насколько он длинный. Он очень короткий. Наверное, они подразумевают, чтобы у вас розетка была где-то на столе. Потому что у меня розетка дальше и уже не дотягивается. Ну, вроде все. Мы подключили. Посмотрим, вообще работает наш аппарат. Тут включаем он. Тут включаем. Работает. Самое главное, что работает. Попробуем вставить алмазную насадку. Так. Тут просто, как я понимаю, нужно до щелчка вставить. То есть, никаким образом тут не раскручивается ничего. Просто вставляем. Вставляем и все. Конечно, очень интересный, забавный звук. Не знаю, работает ли эффективно данный аппарат или нет. Конечно, исходя из его стоимости, он априори не может быть таким качественным и мощным, как, например, корейский аппарат за 12, за 15, 20 тысяч рублей. И очень интересно посмотреть на модели. А будет ли он эффективен? Предлагаю посмотреть на практике. Ой, теперь мне... Теперь даже насадка не достается. Даня, у нас есть пассатижи? Сейчас мы как-то постараемся вытащить эту насадку и все-таки приступить к практике. Подключила аппарат, вставила твердосплавную насадку. Что сразу хочу отметить, что аппарат имеет мощность 25 ватт. Для выполнения маникюра, для снятия гелилака лучше выбирать аппарат с мощностью от 35 ватт и не меньше. А лучше, если будет 64. А по поводу вращения, тут 20 тысяч оборотов. Стандартно идут аппараты 35 тысяч оборотов. О чем это говорит? Что насадка будет не так быстро вращаться, возможно, тормозится под нагрузкой. Сейчас мы это и проверим. Я включила положение плюс. Я думаю, что это форвард обозначает. То есть положение по часовой стрелке. Вставила насадку. Надеюсь, теперь она у меня вытащится. И начинаем включать. И даже сейчас я вижу, как насадка вибрирует. То есть она не равномерно крутится, вращается. А именно идет с вибрацией. О чем это говорит? Что клиенту будет неприятно во время снятия. Будет дребезжать она, бить по ногтю и так далее. Но мы с вами попробуем. Я вроде все до конца, до упора вставила. Ой, прям страшно. И снимаем мы с вами всегда на максимальных оборотах. Ой, как бы она там вообще не вырвалась. Так, ну что, давайте. Вот у меня ручки модели. Будем снимать сегодня такое покрытие. Ой, мне это, честно говоря, даже само немного страшно. Так, это у нас получается реверс. То есть мое предположение, что форвард это плюс не оправдалось. Теперь делаем в обратную сторону. Сейчас по часовой стрелке. Так, снимаем, все нормально. Тут такой эффект, как у рабочих, которые дорогу сдолбят. Такая отдача в руку просто мощнейшая. Ну и знаете, что еще хочу сказать? Что насадка у нас получается не до упора стоит. И прям чувствуется, как она в блоке ходит в разные стороны. У нас насадка снимает покрытие. Почему? Потому что я выбрала зеленый абразив, который должен снимать. Насадка новая. Поэтому у нас, конечно, снятие идет. Но сначала я снимаю только цветное покрытие, не углубляясь до базы. Модель подтверждает, что она чувствует вибрацию в ногу. Смотрите, вот я сейчас иду против часовой стрелки. И вообще она просто... Мне вообще кажется, что сейчас развалится топора. Давайте с вами дальше не будем просто тестировать вот этот момент. Посмотрим, сравним с профессиональным аппаратом. То есть, понятно, что разница в стоимости большая. Но посмотрите, насколько глубоко насадка вставляется в основание. Поэтому она не гуляет в стороны. Абсолютно другой звук. Я не чувствую никакой вибрации. Берем с вами верхним захватом пальчик и продолжаем. То есть, видим, что насадка так уже не дребезжит. И нет такого неприятного ощущения по ногтям клиента. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сокрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Кстати, что я еще заметила? Как только я сняла покрытие на одном ногте, рукоять уже начала сильно нагреваться. Попробуем теперь выполнить маникюр. Но вы сами видите, что насадка просто ходит в разные стороны. Ребят, ну что, я могу только попросить прощения. Потому что обзора на эту насадку не будет, как она выполняет маникюр. Потому что просто страшно пропилить ногти моей модели. Ну что ж, давайте подведем итоги. Данный аппарат, конечно, оказался очень слабым, маломощным. Его я не рекомендую даже в домашнее применение. Если вы планируете заниматься профессиональным маникюром, то и нужен аппарат профессиональный. Лучше накопить средства и приобрести аппарат, который вас будет устраивать. Который точно будет работать хорошо, быстро и эффективно. Ну а я желаю вам только удачных покупок. Всего доброго, счастливо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok